На процессе происходили еще интересные события. Мы знаем, что специалист Уэсли Хон провел исследование, и что, конечно, как сказал господин Хон, нефть украсть невозможно. Кроме того, мы заметили все, что господин Лахтин, прокурор, был очень недоволен допросом двух других экспертов, финансистов, опять приглашенных со стороной защиты, и пытался прояснить компетенцию переводчика. Это что, какой-то уже страх обвинения, что ситуация уже переломилась психологически, или это какой-то другой фактор? Трудно сейчас судить о том, что происходит в голове прокурора. Я думаю, что там есть разные составляющие. Во-первых, мне кажется, и адвокаты, с которыми я говорил, и адвокаты Ходоковского-Лебеда, ну и адвокаты западные, которые следят за этим, исходят из того, что обвинение просто было достаточно безданно, если не хальтурно подготовлено. Это можно объяснять разными способами. Одно объяснение, это что просто прокурор плохие. Ну, хорошо. Просто плохо делают свою работу. Да, плохо делают свою работу. Второе, это что они и так уверены в том, что процесс будет, или приговор будет в их пользу. А зачем тогда стараться, если результат все равно в твою пользу? Это, кстати, вот довольно известно еще из советского делопроизводства. Там важно было соблюдать формальности, а содержание на самом деле не очень важно было, потому что ясно было, что прокурор спросит, суд и решает. И нынешняя судебная практика в России же и такова. 90-99% приговоров, которые суды решают, выносят суд, в России соответствуют полностью тем требованиям, с которыми прокуратура придет в суд, обвинительные требования. Так как, например, в Германии, в западных странах эта процентность гораздо ниже, там колебается от 60 до 70%, а остальные там придерживаются оправдания. Давайте обсудим еще события, которые разворачивались в целом в стране. Не так давно состоялся разговор Юрия Шевчука, известного музыканта, с премьером Путиным. Вы наверняка слышали об этом. Какие у вас ощущения от этой встречи, и от этого диалога, и от ответа премьера? Шевчука я знаю лично. Он, между прочим, среди его полурочек других заслуг, он является и какой-то степень активистом с Интернешнл, участвовал в одной из наших компаний вместе с другими российскими рок-музыкантами. И с моей точки зрения, это честнейший человек, очень сдержанный, интеллигентный, умный, и человек, у которого очень высоко осознание личной ответственности за то, что происходит. Шевчук буквально в коротких словах сказал очень верные вещи, очень правильные. У него это все получилось сжато. Я отметил для себя, что он совершенно не волновался, чего нельзя сказать о его оппоненте, который по тому, как выглядело его лицо, было очевидно, что вопросы ему неприятны. И мы знаем, что Путин обычно очень нервно реагирует на какие-то вещи, которые ему не нравятся. И здесь это все на физиономии написано. Как вы полагаете, господин Зигерт, какие тенденции существуют в отношении и в восприятии России странами Европы? И какие вот события и люди на это влияют здесь? Есть одно событие, которое очень просто на это влияет, это экономический кризис. Могу напоминать о стратегической записке МИДа, президенту, который был опубликован недавно, несколько недель тому назад в русском Ньюсвике, где именно объяснилось, почему это так, потому что ЕС главный стратегический партнер в модернизации страны. Вот хорошо, вы своим ответом предвосхитили мой следующий вопрос. А что мешает и помогает модернизации в России, на ваш взгляд? На мой взгляд, если просто и коротко отвечать, потому что пока руководством страны она воспринимается как чисто технический, чисто административный процесс, и не как процесс, который затрагивает на самом деле все общество и политическую систему. Это как с борьбой с коррупцией. Все согласны. Я уверен в том, что без общественного контроля, без свободной прессы, без конкуренции, если это на самом деле, по конкуренции в политическом поле, невозможно бороться против коррупции. Действительно отсутствуют основные институты, свобода прессы, свобода слова, свобода собраний. Если мы перенесемся на несколько сот километров куда-то вглубь России, где люди пожилые, моего возраста, понятия не имеют, что такое интернет, а если бы имели, у них все равно доступа нет. И тогда информация вся сужается только к экрану телевидения. И в таких местах зачастую они могут получить только первый и второй официальные каналы, где информация очень однообразная. Газет никто не читает, как сказал Шевчук, полторы газеты существуют. Вот такая вот картина. И, возможно, это часть сценария. Я не знаю, может быть, так и надо хранить народ. Каков ваш диагноз состояния гражданского общества на сегодняшний день в России? Мне кажется, что граждане достаточно пассивны. Опять же, если не говорить только о Москве. Москва – это другое государство. Вот так вот по стране достаточно пассивны в плане заботы о своих политических правах. Они зачастую вообще не знают, что такое права человека, что такое политические, какие у них есть права. Конституция – это нечто заоблачное. Я сомневаюсь, что многие ее читали, хотя текст очень хороший. После дела Магнитского, как вы полагаете, как изменилось отношение к России? Ну, скажем, если вы общаетесь с представителями бизнеса в Германии, вот боятся здесь люди работать? Нет, не боятся, но опасение растет. Германия, на самом деле, здесь и в руководстве считается одним из самых больших друзей России. Недавно сюда приехал бывший канцлер Германии Герард Шрёда, который, как вы, наверное, тоже знаете, большой друг нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Он выступал здесь в гостинице «Большой Кемпинский» с речью о отношении России и ЕС. И хвалил в довольно высоких тонах инвестиционный климат в России и призвал к более тесному сотрудничеству. Я это только могу приветствовать. А потом была возможность для людей из публики задавать ему вопросы. И вставали два представителя немецкого бизнеса. Первый – это представитель здесь немецкого энергетического концерна «ЭОН», который, кстати, самый большой инвестор в «Газпром». У них есть, по-моему, 7-процентный пакет акций «Газпром». И руководитель представительства немецкого концерна «Фольксваген» здесь. И начинали жаловаться о всеобщей коррупции. О том, что все время они сталкиваются с административными проблемами. Представитель «Газпрома», «Газпрейн Хартман», например, жаловался о том, что когда они хотят посещать месторождение «Газпрома», в котором у них есть доля акций, они должны три месяца заранее заявить об этом, спросить разрешение. Очень часто не получают это разрешение. Очень много административных барьеров для того, чтобы здесь работать. И, кажется, наконец-то это начинает беспокоить немецкий бизнес, который до сих пор не отличился особо критическим отношением к ситуации. Благодарю вас за столь подробный рассказ. Итак, я благодарю Йенса Зигерта, политолога, журналисту, руководителя Московского отделения фонда Генриха Бёля, российского, простите, и Сергея Никитина, директора Московского представительства «Эмности Интернешнл», за то, что они пришли сегодня к нам в программу «Территория гласности». И мы поговорили о правах человека, о деле Ходорковского, Лебедева, о важных событиях, которые произошли на этой неделе в Москве. Спасибо. Спасибо вам.